Но когда мы все еще находимся в полудреме, в своих бесконечных странствиях по этому миру, испытываем бесконечные, мы терзаем бесконечными желаниями в разные стороны, как мы можем отличить в таком состоянии подлинное внутреннее вдохновение, что приходит свыше, от собственных желаний. Есть Бог откровенная истина в форме священных писаний, а есть вайшнавы, которые являются живыми писаниями. Итак, по беспричинной удаче, Кришна приводит нас к Гуру, а Гуру объясняет нам Писание. От Гуру мы получаем бидж, то есть семя Кришна концепции. Гуру любил подчеркивать, мы общаемся от сердца к сердцу. Не следует думать, что мы здесь обмениваемся информацией, копируем данные. Но в сердце помещается бхакти-латабидж, семя любви, нежных чувств к Кришне. Это не передача данных, это не копирование информации, это передача чувств, передача сердца. И, наконец, наше сердце отзовется. Срезонирует, когда мы встретимся с сад-гуру, с подлинным гуру, и это станет окончательным подтверждением. В конечном счете, это наш выбор. И мы знаем, что в нас живет, что мы от природы склонны вводить себя в заблуждение. Гуру Махарадж объясняет, что тот, кто искренен, тот будет успешен. Искренний человек победит. А еще он говорит, искренность непобедима. Но это принятие должно быть обоюдным. Иногда в этом мире мы знакомимся с людьми, и они говорят, о, я тоже повторяю Харе Кришна, а четкий я купил в магазине сувениров. Так зачем мне тогда нужна инициация? У меня уже есть святое имя. Это хорошо для вас, что вы с вашей стороны признали, что сознание Кришны — это истина. Но принятие должно прийти и с другой стороны, свыше. От настоящих посредников. Чтобы активировать вашу учетную запись. А кто-то скажет, нет, я взломал святое имя. Я Харинам хакер. От этого, может быть, вы получите сукрити. Но необходимо преданно. Но необходимо преданность, то, с чего мы начали. Это то, что родит преданность. А это полностью зависит от того, насколько нас примет подлинный, достоверный посланник безграничного. Потому что мы сейчас находимся в таком положении, что мы накопили свою энергию, свои силы. Будь это накопленная энергия в форме богатства, или в форме знаний, или в форме красоты, неважно. И мы хотим предложить это Кришне. Нам нужно позаботиться, чтобы посредник, через которого мы обращаемся, был прозрачной средой, а не препятствием. Например, если вы хотите сделать денежный перевод отсюда в Америку. Возможно, к вам тут же придет множество людей и скажут, давайте через меня передайте. И заберут ваши деньги. Но важно, чтобы этот человек, который возьмет ваши деньги, был признанным посланником. Настоящим представителем обменника валюты, который находится на другой стороне, который на самом деле превратит ваши деньги во что-то настоящее, подлинное, то, что примут там, по ту сторону. Но, как Сарасва Дитакур говорил, уполномоченный посредник Абсолюта. Но с какого момента начинается подлинная связь? Брахма в своих молитвах. Брахма посоветовал, оставьте свои попытки измерить его своим умом и разумом. Поймите, что вы ограниченное, что пытается прийти к безграничному. Поэтому мы вечно нуждаемся в божественном откровении. Как сказал Шила Гуру Махарадж, если безграничное не может явить себя ограниченному, тогда это не безграничное. И в этом вся наша надежда. Шила Гуру Махарадж говорил, сделайте себя... Шила Гуру Дев, Шила Гавина Махарадж говорил, сделайте себя хорошим приемником. В окружающую среду все вокруг нас пронизывают электромагнитные волны, различные колебания. Но чтобы получить этот сигнал, вещание, необходимо стать хорошим приемником. А далее он говорит, хорошая новость в том, что совершенно не важно в каком положении вы находитесь. Здесь не сказано, что этот процесс, это подходит только для людей такой категории, такого склада, но не такого. Это только для тех, кто находится в таком-то социальном, политическом, экономическом и прочем положении, но не для других. Кришна сварат, независим. И может снизойти по собственной воле. Он, абсолют, что может низойти в относительные обстоятельства. Поэтому в каком бы положении вы ни находились, кем бы вы ни были, начните процесс слушания Кришна, концепции от подлинных посланников Кришны. И пра-виста-карна-рандрена, сванам-бабам-сарару-рухам-ду-ноти-сямалам-кришна. Шалила-ся-yatha-sарат. Это было написано в Бхагаватам. Кришна-conception, the sound from Sadguru and Vaiшнава enters the ear, and through the channel of the hearing, the Krishna-conception enters the heart. And Krishna takes his seat on the lotus of the heart of that aspiring devotee. Бхагаватам говорит, что Кришна-концепция проникает через звук, звук, что приходит к нам от Sadguru, от Vaiшнава. Этот звук входит через наши уши, и через слуховой канал достигает нашего сердца. И тогда Кришна воцаряется на троне, на лотосе, на лотосе сердца того, кто стремится стать преданным. Шалила Гуру Махараджа said, the experts say, that once someone has heard substantial Krishna-conception from a substantial devotee, then the flag of Krishna ownership is planted in the heart, then it's just a matter of time. Поэтому Шалила Гуру Махарадж говорит, эксперты утверждают, что если достаточно человеку услышать хоть раз Krishna-концепцию от подлинного эксперта в Krishna-концепции, услышать ее по-настоящему, можно считать, что флаг Krishna-концепции уже установлен на территории сердца, а дальнейший захват сердца лишь вопрос времени. And no less than Śrīmati Radharani herself, in Brahmār-gītā, she says, She speaks of the power of hearing, a drop of the nectar of the pastimes of Krishna. И никто иная, как сама Śrīmati Radharani, рассказывает о могуществе слушания, хотя бы капли, хотя бы капли побествований о лотосных стопах Кришны. She's the greatest expert Она величайший эксперт Эксперт выше некуда в том, что касается Кришны и сознания Кришны. She's the ultimate authority. Выше нее авторитетов нет. И она, будучи таким экспертом, говорит, если одна капля этой нектарной субстанции попадет в ваше ухо и достигнет сердца, вам конец. Иногда положение сердца сейчас описывают таким образом, что оно замкнуто в надежном сейфе, запечатано печатями и цепями. Оно связано множеством веревок. Оно очень туго связано, запечатано, замкнуто. И Бхагаватам в двух разных местах говорит одно и то же, что эти веревки, узлы, которые держат, связывают наше сердце, имеются в виду наши предрассудки, бесконечные желания, стремления, они разрезаются на части. И тогда раскрывается естественный природный поток сердца. Поток любви, нежных чувств к высшему существу, к Шири Кришне. Шила Гуру Махарач иногда сравнивал это с такой сценой, что можно иногда увидеть в детективах, как преступники, которым нужно взломать какой-то сложно открываемый сейф. Они берут специальную кислоту, капают всего лишь одну каплю этой кислоты, и она разъедает весь механизм, и сейф открывается. И Радхарани говорит, что одна капля Кришна-катхии такова же. Тогда вам конец в этом мире. Вы покончили с этим миром, это лишь вопрос времени. Я не хочу так быстро со всем заканчивать. Один из Прабхапа's disciples said, Прабхапа said, he was like over 40 and whatever, и Прабхапа was saying that maybe he should take саньяс, and that devotee said to Прабхапа, but couldn't I get married for a while first? Однажды Прабхапада говорил с одним преданным, и тому преданному было уже за 40, и речь шла о том, что может быть этому преданному стоит принять саньясу. Но преданный так забеспокоился и сказал Прабхападе, ну может быть мне сперва, на какое-то время я жениться? And Прабхапада said, rascal! Прабхапада ответил, мерзавец! Any other question? Есть ли еще вопрос? Yes, у Лалиты. Can we be sincere on our level? How can we understand the sincerity on our level? Can it be real? Well, what about children? А как же дети? You have a child, others have children, they know they're natural-born liars. У вас есть сын, у многих других есть дети, и все родители знают, что дети прирожденные лжицы. But they're sincere. Но они искренние. And you realize, I mean, my mother knows I'm the biggest liar. Моя мама знает, что я самый большой лжец. I told my mother thousands of lies. И я врал маме тысячи раз. Something went wrong in our house. Some man came in. You know, I've never seen before, and he did all these things. Когда какие-то неприятности произошли в доме, какой-то беспорядок говорил, ой, это какой-то незнакомый мужчина зашел с улицы, я в первый раз его видел, это он виноват. She knows it's me. Она знает, что это я. They know in my family, if anything is broken, that I broke it. They already know that. You don't even have to investigate. В моей семье все всегда знали заранее, если что-то сломалось, то я виноват. Не нужно даже расследовать. But she knows that I am sincere. Но мама знает, что я искренний. And that with growth, development, these other things will fade away. И по мере роста, взросления, эти прочие вещи уйдут на задний план. So Bhagavatam says, а-кама, сарва-кама-бхам, мокша-кама, удара-di, тиврена, bhakti-yogena, yajeta-puru-сям-param. Whether you're а-кама, сарва-кама, мокша-кама, whatever your position is, if you're whatever it could be, some mixture, your karma-misra-бхакти, there's a mixture of sincerity and other things, the saint still approach Krishna conception. Бхагава там говорит, что кем бы вы ни были, а-кама, сарва-кама, мокша-кама, свободны ли вы от желаний или полны желаний или какая-то смесь, по сути, karma-misra-бхакти, это также смесь искренности и каких-то посторонних желаний, но сказано, кем бы вы ни были, в любом положении, опять же, станисты там, продолжайте идти по этому пути, продолжайте слушать. As I mentioned, someone asked the surrealist Salvador Dali, the known eccentric, he said, Dali, do you believe in God? And he said, yes, but I have no faith. Я уже упоминал как-то, что однажды известного художника, сюрреалиста, Сальвадора Dali, спросили, Dali, верите ли вы в Бога? И тот, будучи известным эксцентриком, будучи очень известным своей эксцентричностью, сказал, да, но веры у меня нет. So, that's why we say, Сару, Санга, Сару, Санга, Сарва, Шастра, Кой, Лава, Матра, Сару, Санга, и Сарва, Сиди, Хой. We need to get superior association. Поэтому мы говорим снова и снова, необходимо общаться с теми, кто выше. And then, by serving the Vajnava, then the sort of devotion they have, unalloyed devotion, that is totally sincere and pure, is transferred to our heart. И тогда, благодаря тому, что мы служим им, того же рода преданность, что живет в их сердцах, та самая совершенно искренная, беспримесная, чистая преданность, того же рода преданность, сможет проявиться и в нашем сердце. Once Guru Maharaj defines sincerity as appreciation for the truth. Однажды, Шилагуру Махарадж дал такое определение искренности, это способность признать истину, expressed as adherence, что выражается в следовании ей, just to mimic mimic that we appreciate all these things is one thing, it's another thing to follow that. Одно дело рассказывать всем, как нам нравится все это, а совсем другое реально следовать этому. Поэтому из всего этого мы можем понять, это постепенный, плавный процесс. But the Bhagavatam gives us hope, says, насто-прайеша-бадрешу-nithyam bhagavata-sevaya bhagavati-yuta-ma-shloke bhaktir-bhavati-na-iṣṭkhi Nashta-prayешa means abhadra, that here it says even the undesirable elements haven't vanished entirely, насто-prayешa, but that's what that means, насто-прайеша-бадрешу. Still Krishna can deliver himself fully. Но Bhagavatam дарует нам надежду. Bhagavatam говорит насто-прайва-бадрешу, что означает даже если нежелательные дурные элементы еще не исчезли целиком, даже если они еще остались, несмотря на это, Кришна все равно способен даровать себя в полной степени. Как есть современное высказывание «критическая точка». То есть, когда нагружают что-то, там, разные чаши весов или груз на разные стороны, в какой-то момент нагрузка становится настолько неравномерно, что хотя чаши, казалось бы, нагружены похожим весом, но этого неравновесия хватает, чтобы все перевернулось. Критическая точка. So, anything is possible by the will of Krishna. Поэтому, по воле Кришны все становится возможно. прапану прапану jivanамритам, in the introduction, there's one of the slokas of Guru Maharaj rendered as, he's praying, you know, I'm a fallen soul, and I'm making this offering, and he quotes Rupa Goswami, and about, but even if a malacca lights a fire, does not that bring illumination? Different things. He says, I'm suffering from the practically incurable disease of insincerity. Во вступлении к прапану jivanamritam, Shila Guru Maharaj пишет превосходные стихи, там он ссылается на слова Shila Rupa Goswami, о том, что даже огонь зажженный млечкой способен принести свет и прочее. Наконец, он, представляя себя в качестве обусловленной души, говорит, я страдаю от практически неизлечимой болезни неискренности. Но, как в той же шлоке сказано, даже если самый низкий, самый негодный человек зажжет огонь, разве этот огонь не способен дать свет? Но здесь мы скорее говорим о скрытом, еще не раскрывшемся таланте, таланте преданности. Если в человеке скрыт музыкальный талант, то после того, как такой человек соприкасается с настоящим учителем музыки, постепенно, благодаря обучению под руководством учителя, музыкальный талант раскрывается. Именно поэтому мы все время подчеркиваем крайнюю важность общения, общения с теми, кто выше. Общение с теми, кто выше, пробуждает в нас склонности к преданности, которые выше. Вайшнава способен усилить нашу способность ценить истину. но в целом мы опираемся на главный принцип, что мы склонны к самообману. а значит мы не слишком полагаемся на собственные суждения. Поэтому преданные всегда обращаются к более опытным вайшнавам, к тем, кто в более надежном, более высоком положении. по поводу собственного суждения мы просто разговариваем с преданными и я хочу убедиться правильно такое суждение или неправильно что мы неправильно мы говорим о роли мая дэви и вопрос немножко сложно в том, моя база такая, что мая дэви следит за порядком, за справедливостью, чтобы располаг карм выполнялся и противоположное зрение, что она также обладает некоторое милости, и она подталкивает нас к господу, поскольку она не служанка, то она заботится так, чтобы мы стали на неправильность. милости, а я настаивала что нет, она да, а вопрос да, вопрос в том, что все-таки она обладает что присущей природе также милости, она как бы заботится о том, чтобы там контесовать какую-то как-то изменить кармин, чтобы она с предами и она с богу следует и не думает о нашей связи. И религию на собственную жюнь, recently мы были дискуссию с двойные точки вы expressed. Я expressed вы говорили Майя, что она на стороне права права, права. Она осуществляет права, карма, и все получат от reward. И кто else expressed that она может manifest some mercy. she can also grant merciful glance and mercifully get someone a connection with Krishna consciousness. So can we say that she is walking just only by the laws or can she shuffle karma in such a way that one would get connection with devotees? Which point of view is more proper? Well, Krishna says mamamaya durataya devihyesha gunamayi mamamaya durataya mamavaye prabhadyante mayam etam tarantite that says my maya maya belongs to Krishna Прежде всего, Krishna, говоря о maya и говорит, мама maya это maya maya, она принадлежит кришне. There's yoga maya and maha maya есть yoga maya, есть maha maya So, Krishna is saying maya is not afraid of any jiva No, Krishna говорит, maya не боится никаких джив But she is shy in front of Krishna No, ona смущается, представая перед Кришной So, but she is Krishna's maidservant No, ona при этом служанка Кришны And her seva is deluding jiva souls Because they have to come on their own accord to the point of wanting to embrace Krishna and Krishna conception Для того, чтобы самостоятельно эти дживы, души пришли к желанию самостоятельно принять сознание Кришны служение Ему So, Krishna says in this sloka ma maya maya prapadyan te maya maya tamta rantite When the devotee surrenders to me then they can cross over the influence of maya Поэтому в этом стихе Кришна говорит Когда когда душа предается мне тогда она может преодолеть майю Кришна can say release them Кришна может сказать ей освободите их So everything is dependent upon the supreme will of Krishna Поэтому все зависит от верховной воли Кришны But it's not described anywhere that by chasing after maya will give one release Но нигде не сказано что гоняясь за майей можно заслужить освобождение So I don't understand the proposal Поэтому мне непонятно в чем суть предложения If we say can the head of the jail release a prisoner Yes Если мы говорим может ли директор тюрьмы освободить заключенного мы говорим да Но когда этот заключенный исправился внутренне Но освобождение заслуживают не продолжая нарушение Но заключенные которые ведут себя образцов показательно их могут выпустить Я ответил на вопрос What is being suggested I'm not sure Just what is the character of Maya Is she only following the law or can she just give something beyond the law Well I just said that in some instances a good prisoner who is very obedient can get early release So in instances we're here Shiva or his consort giving devotion that's where devotion is to be where someone warrants that it's not through engaging in sinful activities in the name of tantric actions that you know someone says oh I am there's pravritti marg and nivritti marg I'm going on the path of indulgence that you get devotion you don't get devotion from that you might get renunciation through over indulgence in the mundane but not devotion and во всех случаях когда мы видим что Shiva или Durga награждают преданностью то во всех случаях это что-то это что-то заслуженное хорошим благим поведением иначе говоря нельзя нельзя потворствуя своим страстям своим желанием обрести преданность кто-то может говорить да но есть не вритимарк и правритимарк я иду путем внешнего поклонения я иду путем потворствования своим желанием и таким путем потворствуя своим желанием можно обрести быть может отрешенность отречение но только непреданность вы не найдете подобных советов ни в бхагават-гита или свимат-бхагаватам или пропанадживанам вы не найдете подобных советов ни в гите ни в бхагаватам ни в пропанаджаванамритам нигде Кришна не говорит предавшись майе ты придешь ко мне он говорит наоборот предавшись мне говорит Кришна ты будешь освобожден от майи и тогда попадешь под опеку йога майи кришна хри харай нама кршна yara vая nama хар har hir har Продолжение следует... 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 Продолжение следует...